В Застойные годы Советский Союз не был идеально Изолированным обществом Через узкие щели идеологической брони Нас снабжали всевозможным дефицитом Братские державы из соцблока Загранка состояла из Болгарских джинсов Рила Кубинских сигарет Портогас И чешской обуви Цеба Из импортных фильмов Нам неожиданно показали Французского Фантомаса А кумиром для городской Пацанвы стал учитель физкультуры Из Сербии Гойко Митич В образе бронзового Индейского воина Когда я был ребенком, я чуть ли не каждый день Ходил в кино Естественно, все, что я видел в тех фильмах Я пытался повторить В общем, это свойственно всем детям Я сам смастерил лук и стрелы И помню, как нашел деревяшку Обстрогал и обмотал веревкой И наконечник утяжелил смолой И когда я выпустил свою стрелу Она очень хорошо полетела В детстве я посмотрел много Американских фильмов про индейцев И когда мы играли, я никогда не хотел быть индейцем Потому что они были злые Я хотел быть ковбоем, мудрым и положительным В детстве Гойко был обычным деревенским парнем Из местечка Лесковиц, что в Сербии Как и все мальчишки в деревне Он запросто держался в седле И с юности начал готовить себя К спортивной карьере Занимался плаванием, легкой атлетикой Гандболом и футболом Но судьба повернулась К его мечтам боком Карьеру он сделал на съемочной площадке Однажды молодой учитель физкультуры Попался на глаза немецкой съемочной группе Снимавшей в Югославии фильмы про индейцев Я учился в институте физкультуры А начал сниматься, будучи студентом Так я начал зарабатывать на карманные расходы В то время в Югославии снималось Большое количество фильмов Немецких, английских, французских Итальянских киностудий Это были мои первые опыты в кино Где я получал совсем маленькие роли А потом мне предложили играть индейцев Вероятно потому, что благодаря спорту Я был очень хорошо физически развит И все мои сцены были сняты без дублеров Ну, я отлично владел верховой ездой Что, конечно, было одним из самых главных условий Во всех фильмах трюки я выполнял сам В большинстве это были фильмы экшен Где нужно было скакать на лошади, драться, лазить, плавать, нырять Появление в ГДР своих вестернов Имело определенное основание Партийные лидеры понимали, что зрители уже не могут Жевать патриотические ленты о жизни Эрнста Тельмана Поэтому был придуман коммерчески выгодный проект Который сочетал в себе гарантированный прокат И почти социалистическую идеологию Отныне мы братья по крови Моя жизнь это твоя жизнь А твоя жизнь моя Наше братство скреплено кровью Я горжусь тобой Мое сердце радуется Хорошие, благородные индейцы защищали свои территории От плохих ковбоев В пику американским аналогам Где было все наоборот За основу были взяты бессмертные произведения Писателя Карла Майя Который сочинял свои романы в тюрьме Где сидел за мошенничество И придумывал захватывающие истории Прямо из головы Тут же на свет появилась версия о том Как сын немецкого пролетария Карла Май Стал борцом против американской политики разбоя Как бы там ни было Но в 1965 году Национальная киностудия восточной Германии Дефа Начала выпуск индейской серии Продолжавшейся до 1983 года Последние уже лет 10 я играю индейца по имени Винету Этот герой выдуманный персонаж Которого придумал писатель Карл Май Спасибо ему большое за это Что бы я без него делал И замечу, что именно Карлу Маю Удалось пробудить интерес к жизни индейцев Это был путь сближения белых с индейцами И теперь, если в Германии говорят об индейцах То сразу называют имя Винету Эта роль не похожа на те, в которых я снимался до этого Я играл как бы реальных персонажей Во всяком случае, сюжеты в тех фильмах Были основаны на реальных историях А здесь мы сталкиваемся с придуманным Даже с мистическим героем Который все умеет, всегда выживает И находит выход из любой трудной ситуации Это может быть даже сказочный персонаж Зато это настоящий герой Я бы даже сказал, что Винету это идеальный герой Настоящий пример для подражания Первый фильм из этой серии Назывался «Сыновья большой медведицы» Где 25-летний Гойко сыграл Токиа Ито Фильм был снят режиссером Йозефом Махом После съемок Митичу предложили переехать Из Югославии в ГДР на ПМЖ Он уехал, оставив в Сербии старшего брата и мать Которая много позже умерла от разрыва сердца Во время бомбежек в Югославии Переехав в Германию Митич сразу же взялся за покорение ГДРовской фабрики «Грёз» Киностудии Дефа И вполне успешно Он, как никто другой, подходил на главные роли В фильмах про индейцев 30 лет жизни Гойко отдал этой киностудии Где были сняты все 13 социалистических вестернов Но вернемся в 60-е Начав сниматься на Дефа Митич от фильма к фильму Совершенствовал образ своих героев Усложняя и трюки Но самое трудное, по его собственным признаниям Было не перескакивать с лошади на мчащийся поезд И не скакать, стоя в седле А раскуривать трубку мира С этим индейским обычаем Некурящий Гойко не мог смириться На этих кадрах видно, что эпизоды с курением Самые неудачные во всех фильмах Конечно же, я никогда не курил И для меня это было весьма сложным испытанием Когда в фильмах нужно было курить Я помню, например, как в фильме Сыновья большой медведицы Должен был курить эту трубку И выпускать дым к небу Гадость какая Да ладно трубка, там еще и текст надо было произносить Мы снимали сцену, в которой я должен был сказать Довольно длинную фразу, затем закурить эту трубку И выпустить дым Ребят, мы снимали эту сцену раз 20 И всякий раз, когда я пытался закурить У меня не получалось выпускать дым Выходил только воздух И я был страшно измучен этим неприятным процессом И в ярости отбросил трубку Я уже не знал, что делать, чтобы что-то хоть получилось Я был вне себя Набрав в своем образе определенный вес и репутацию Гойко с почетом был приглашен настоящими американскими индейцами В одно из племен Они приняли немецкого актера как своего Оказав ему все знаки внимания, подобающие воину Когда я приехал в Америку, встречавший меня индейц Пригласил на одну церемонию меня Он принес с собой чемодан с различными травами Костяшками, зубами, какими-то перьями И разжег из этого костер Потом он дал мне какой-то маленький корешок для жевания Я не знаю, что это было Но казалось, что у меня во рту 100 жевательных резинок одновременно Действие было очень сильным Но вряд ли это было что-то наркотическое Потом произошло следующее Он сказал, у каждого индейца есть свое соответствующее животное Он назвал себя водяной крысой И спросил, а кто ты? Я сказал, что у меня нет зверей Я всего лишь играл роль индейца Тогда он сказал, ты получишь имя своего зверя Думай о каком-нибудь звере Я закрыл глаза и увидел огромный буковый лес Одного волка Огромная голова которого уставилась на меня В тот самый момент, когда я это увидел Индеец сказал, ты волк В 1972 году на съемках фильма «Братья по крови» Партнером Митича стал известный американский певец и коммунист Дин Рид В красавца Дина женщины влюблялись не меньше, чем в бойко Но близким другом Митича на съемочной площадке был Рольф Хоппе Постоянный партнер и вечный бледнолицый враг Бедного Рольфа зрители ненавидели так же сильно, как любили Митича Его дочка приходила из школы в слезах Безуспешно пытаясь доказать, что ее папа хороший И на самом деле он большой друг зоркого сокола Мой брат Можем мы сесть у твоего костра? Твой нож, убивший моего отца У моего костра не будет резать мясо Во время съемок заключительной сцены В фильме «Апачия», ну той самой, где я дрался со своим противником Случилась очень неприятная история Во время нашей драки по сценарию Между нами и камерой сверху должна была упасть горящая балка Ну и техники, которые там наверху ее держали Должны были осторожно ее опустить Сначала с одной стороны, потом с другой Но то ли они не удержали ее, то ли еще что-то Во всяком случае, эта балка упала гораздо раньше намеченного времени И самое страшное, она свалилась на актера, моего противника И практически придавила его А он не успел отпрыгнуть Все, конечно, жутко испугались И была такая немая сцена, никто ничего не мог понять Я тоже испугался, потом я скинул свой парик И начал отодвигать эту упавшую горящую балку Актер, на которого она рухнула, вскочил на ноги и бросился на утек У него, по всей видимости, был шок География съемок настоящих североамериканских прерий Была довольно обширной Как бы Северную Дакоту снимали в Черногории Аризону в Карпатах Много снимали и на Кубе, но больше всего в Советском Союзе В Крыму под Ялтой, в Грузии и в Средней Азии В основном в Узбекистане Привозили с собой искусственные кактусы Втыкали их в землю, получая эффект мексиканских ландшафтов На съемки одной картины уходило не более 60 дней Мы снимали фильм «Апачи», это было недалеко от Самарканда Знаете, что было самое сложное? Ни за что не догадаетесь Так вот, главной проблемой были местные жители, которые играли в массовках Для съемок люди должны были оголиться по пояс Но все-таки индейцев же играли Но местные наотрез отказались это делать Скорее всего, в силу своей религии Но на нашу удачу в одном колхозе мы встретились с председателем, который когда-то служил в ГДР И благодаря этому мы сразу наладили с ним контакт И он каким-то образом уговорил своих земляков И сделал так, что эти люди согласились сниматься Они пришли, переоделись в палатках и раскрасили тела И тогда нам удалось отснять нужные сцены Правда узбеки постоянно шумели И они попросту умирали с осмеху Потому что ведь на них практически ничего не было А для них это было, ну, очень непривычно Это было очень непривычно Продолжение следует... Не тронь мою сестру краснокожей! Любовь к Митичу со стороны прекрасной половины человечества история отдельная. Мускулистый черноволосый индеец с пронзительным взглядом стал романтическим воплощением образа прекрасного принца на коне. Письма с предложением руки и сердца поступали мешками. Адрес на конвертах ГДР Гойко Митичу. В первом деле, в первом деле самолеты, а девушки, а девушки потом. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ко мне приходило огромное количество писем. Из Советского Союза, из других стран, из Германии. Но письма из вашей страны были самыми трогательными. До сих пор ведь пишут, сколько уж лет прошло. Вчера, кстати, я держал в руках замечательное письмо, я был очень растроган. Ее прислала женщина, она написала, что когда была маленькой девочкой, ее настолько увлекли фильмы про индейцев, что она заинтересовалась их историей. Сама сделала лук и стрелы, нож, даже попыталась себе сшить индейский костюм и все такое. Вы даже себе не представляете, сколько у меня писем. Я их, между прочим, все храню, они мне все очень дороги. И время от времени я перечитываю некоторые из них. В такие моменты я очень волнуюсь. Кажется, что время повернулось вспять или остановилось ненадолго. Ведь люди не просто так писали. И я не просто так храню их письма. Безответная любовь к Митичу до сих пор жива в сердцах отдельных российских, то есть бывших советских дам. Почти 30 лет Елена хранит трепетные чувства Гойко. Она говорит, что это, конечно, смешно, и коллеги по работе не понимают такого наивного и детского увлечения. Мне стыдно в этом признаться, но я и несколько моих подруг-девочек, смешно, конечно, говорить, что сейчас девочки, но уже лет 30 сохраняем верность нашему герою, герою нашей юности, нашей молодости, Гойко Митичу. Мы были очень влюблены в него и видели в этом человеке то, что нам казалось и хотелось видеть во всех мужчинах. И ребят себе выбирали именно в этом плане, в этом ключе. Красавцы-мужчины, сильные люди и вообще герои – это неотъемлемая часть искусства. И, к сожалению, в нас, в стране, немножко потеряно. Все-таки та эпоха держалась на героях. Нужно было создавать не только метро, не только, скажем, какие-то пафосные издания и писать бравурную музыку, но нужно было и поддерживать это визуально. Стараниями немецких кинематографистов просторы средней полосы России превратились в индейские прерии. Стали появляться даже молодежные коммуны, посвящавшие своей жизни индейскому стилю. Молодые люди собирались в племена, давали друг другу индейские прозвища и совершали обряды. В наше советское время очень много приходило фильмов из ГДР. Также были итальянские, французские, американских практически не было, ну, разве что золото Маккены. Ну, в основном, это фильмы, конечно, о благородных индейцах, которые борются за свободу, смелые, сильные люди, ездят на лошадях, стреляют. И, естественно, у ребенка какой-то ответ был, наверное, пионерская организация не давала всего этого. Там игра в войну во дворе в индейцев, во дворе в немцев. Ну, все это, да, интересно, но тут что-то романтика. Через это увлечение прошли в свое время и Пушкин, и Чехов, и Ленин. Крепкая индейская ампла Митича не помешала ему сыграть еще множество других ролей. Он играл Наполеона, играл суровых сицилийских мафиози. В фильме «Любовь и королева» по роману Виктора Гюго «Мария Стюарт» он исполнил роль любовника королевы. Если хотите знать, Гойко правдоподобно изображал Спартака, Д'Артаньяна и Робин Гуда. А сериал «Архив смерти» с его участием по популярности не уступил бы даже Санта-Барбаре. Да, хорошо. Однажды, во время съемок, я снял с рук часы у режиссера, оператора и моей гримерши. Был объявлен перерыв. Режиссер сказал, ну так, Ото, встречаемся через... Он посмотрел на руку, и от удивления у него вытянулось лицо. Спросил у оператора, скажи-ка, Ото, который час? Тот ответил, ты знаешь, по-моему, я забыл мои часы дома. Потом закричал моя гримерша, мои часы пропали. И тут я достал их и сказал, я тут нашел трое часов. Кому какие? Сегодняшняя работа Митича, как и в былые славные годы, тесно связана с кочевой индейской жизнью. Последние 10 лет каждое лето в городе Бат-Загерсберге под Гамбургом играют спектакль «Под открытым небом», в котором Митич исполняет роль Виниту. Постановка сложная, с конными трюками, но гойка по-прежнему в хорошей физической форме. Несостоявшийся физрук устраивает ежедневные тренировки по несколько часов в день. Он любит немецкую поговорку. Кто сделает передышку, начинает ржаветь. Я никогда не курил, выпивал бывало. Сегодня могу позволить себе кружку пива или бокал вина. Но всю жизнь я активно занимаюсь спортом. Я тренируюсь каждый день. У меня все расписано. Например, вчера у меня был день велосипедной тренировки. Но только я выехал, сразу пошел дождь. Это, конечно, неприятно, но на самом деле ничего страшного. У меня спортивный велосипед. Из-под заднего колеса брызги летели на спину и на шею. Но я свою дистанцию преодолел. Это было здорово, знаете. Потом просто принял душ и снова почувствовал себя молодым и здоровым. КОНЕЦ Я должен сказать, что это было незабываемое время, когда мы работали над всеми этими фильмами. Я всегда снимался с удовольствием. Я столько всего пережил. Можно даже книгу написать. И о жизни реальных американских индейцев я тоже мог бы написать. Я благодарен своей публике. Я столько всего получил от зрителей, что, думаю, любой актер мог бы только мечтать об этом. И это время нельзя скидывать со счетов. Его не отнять ни у меня, ни у моих поклонников. Строго говоря, Митич – это кинематографический предок Шварценеггера и Ван Дамма. Правда, в отличие от них, он не защищал идеалы американской демократии. В те заболоченные 70-е нам очень не хватало настоящего героя. Пионерия и комсомол не могли предложить свои варианты. Поэтому в социалистических джунглях мы сами выбрали себе героя. Настоящего индейца Гойко Митича. Субтитры создавал DimaTorzok